Приветствую вас. Я полагаю, что ответ моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича является, безусловно, очень хорошим. Вот, я, с своей стороны, постараюсь, возможно, где-то продублировав его мысли, да, я постараюсь дополнить то, что он сказал, и, может быть, внести что-то новое, да. Как мне видится, основных проблем в вашей ситуации две. Первое, это чувство, что, значит, ради детей нужно жертвовать собой. Это поверхностное чувство, то есть это то, что вот на поверхности лежит. На самом деле ситуация, скорее, заключается несколько в другом, в том, что вы боитесь остаться без детей, вы боитесь остаться, что он вас всё отберёт. Но, тем не менее, дети, как и сказал мой коллега, значит, ни в коем случае не могут быть счастливы, если не счастливы их родители. Вы несчастливы, поэтому дети тоже счастливы не могут быть. И поскольку дети несчастливы, а вы продолжаете поддерживать их несчастье, то вы действуете в этом смысле эгоистично. К сожалению. Дальше. Тут вы думаете не о них, а о себе. Это неплохо, то, что вы думаете о себе. О себе. Это неплохо, то вы думаете о себе. Но, о себе лучше, лучше думать о всё же аутентичных, чтобы это не, ну, чтобы это не перерастало. перерастало в действия за счёт других людей. Мне кажется, что дети, например, они не должны отвечать за то, к примеру, что вы чего-то хотите для себя, или что вы чего-то боитесь. Вот. То есть мне кажется, мне кажется, что здесь всё-таки вот такой момент, и он этот момент достаточно важен. Следующая история заключается в том, что вы боитесь, что, значит, мужчина вас всё отберёт. То есть я, конечно, не знаю, как обстоят дела, но всё отобрать мужчину вас не может, потому что в браке, много-много достаточно вещей, общих. И если человек вам пригласил, как вы говорите, ну, это, в общем, в целом доказывает, доказывает, лишь то, что он вами манипулирует, вот, и пытается подчинить вас через страх. Хотя, на самом деле, ничего он у вас, как вы говорите, всё отобрать он у вас не способен. Всё отобрать не способен. Если речь идёт о детях, к примеру, то это такая же история, то есть что детей у вас забрать он не может всех. Всех. И каждого. Вот. И дети останутся с тем родителем, с которым им, ну, условно говоря, с которым им хорошо, с которым им лучше, с которым им комфортнее. Так, по сути, а, значит, всегда, всегда, всегда поступает. Поэтому, вот, то, что вы пишете, да, это, к сожалению, это не выдерживает никакой критики. Может, не выдерживает никакой логики. Вот. Вот. Ещё раз повторю, ещё раз повторю. Ещё раз повторю. К сожалению. Вот. И вам здесь, на мой взгляд, нужно корректировать свои представления, вот. которые у вас сейчас, ну, грубо говоря, далеки от реальности. Дальше, а, что интересно, вы пишете о том, что из-за родителей человека, вы стали как-то, как фиши. Вот. Опять же, здесь, как психолог, я не могу с вами согласиться, потому что я точно знаю, что родители не могут испортить отношения мужчины и женщины, мужчины и жены, если между ними, если между ними всё хорошо, вот, если между ними всё замечательно, если между ними есть, условно говоря, связь, если они понимают, понимают друг друга, если они чувствуют друг друга, вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Что здесь, вот, эм, такой момент. На мой, на мой взгляд. Вот. На мой взгляд, здесь, вот. Вот. Такая история. А, как сказал мой коллега, вам нужно принять на себя личную ответственность за то, что произошло с вами. Вот. Вот. И перестать обвинять родителей, обвинять своего мужа, вот, в том, в чём он может быть невиноват. Вот. Ну, то есть, я не хочу обязательно сказать, что он вообще невиноват. Конечно, это не так. Да, то есть, его ответственность, безусловно, на чём-то есть, и это, это нормально, да, нормально. Вот. Вот. Но, давайте, всё же, вот, не будем, эм, человека, да, обвинять, и родителей обвинять. Потому что, помимо них, да, есть ещё и вы. И вы, в том числе, к счастью, также отвечаете за то, что с вами происходит. То есть, вот, мне видится такая история, мне видится такой момент. Что касается секса, эээ, что, мышина, не имеет права, эээ, оставлять вас без него. Ну, то есть, без секса, ну, мужчина не имеет права это делать. Эээ, если человек так поступает, вот, по отношению к вам, ну, значит, он нарушает ваши, ээээ, ваши, ээээ, границы, вот, то есть, понимаете, какая штука, он по факту запрещает вам, ээээ, получать удовольствие. Ну, удовлетворение, получать, получать по факту. И, какое он имеет право это делать. Почему он считает, что в праве, ээээ, показывать вам, как, эээ, вам жить. Да. То есть, ну, он, к примеру, не хочет, чтобы вы, ээээ, ну, не хочет с вами, ээээ, налаживать отношения. Допустим. Это его выбор. Ну, объективно, да, объективно. Объективно, это выбор. Человек, ну, не хочет, что, ээээ, не заставлять же его, да, это делать. Вот. Но, почему должны страдать вы? То есть, это, получается, вы действуете на его эго, эго. Получается, что вы работаете на его эго. Но, мне не, мне не кажется, что это конструктивно. Вот. Секс человеку нужен. Это, безусловно. И, вы не исключены из этого права. Поэтому, я, вам, эээ, рекомендую все же, вот, отделять. Я рекомендую вам отделять, эээ, то, что касается, непосредственно, мужчины. Вот. И, то, что касается, к примеру, эээ, ну, вас. Вот. Это, абсолютно, разные вещи. Только, я надеюсь, надеюсь, что, вы для себя это отделите. Ладно, отделите одно от другого. Вот. Эээ, все, что страшно мне нужно работать, я, вряд ли, вам, удивлю вас, я бы скажу, что в рамках одного ответа на запрос, эээ, ничего особо не получится сделать. Ну, то есть, это сложный вопрос, и его нужно разбирать. Эээ. А, не так вот, эээ, к сожалению, да, на такой краткий ответ. Вопрос точнее давать ответ. Многие детали просто не учитываются. Вот. Я думаю, что сейчас вам больше всего хочется, хочется выговориться. отреагировать свои эмоции, которые у вас, эээ, ну, накопились. И уже после этого, эээ, вполне возможно, что, отчасти, эээ, само собой, эээ, появится решение, ситуация. Вот. Ну, решение, эээ, проблем придется само. Вот. Вот, вот так. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы поместили себя в позицию жертвы, и как бы вы не стремились доказать нам, например, эээ, насчет, что, ситуация ваша, абсолютно, безпроигрышная, о, безвыигрышная. То есть, такого. Вот. Я вам, я вам здесь не поверю. Не поверю, потому что, потому что, это не так, и быть таковым не может. Вот. Я верю, я верю, эээ, в то, что, эээ, вы так считаете. Вот. Я верю, в то, что вы так думаете. Вот. Но это только потому, что вы, вот, эээ, вами руководит ваш, ээээ, страх, по сути дела. Вот. Если, если бы, эээ, страха не было. Вот. Вот. То мне кажется, что, ситуация была, была бы, гораздо, эээ, лучше. Ситуация была бы, гораздо, легче. эээ, адекватнее, то есть, сама, я имею ввиду, в ситуациях, куда бы гораздо, более адекватнее воспринималось бы вами, чем, ээээ, свежелся. Вот. Поэтому, моя рекомендация вам будет, именно, эээ, именно такая. Моя рекомендация вам будет, именно, эээ, именно такая. для себя, эээ, выделили, выделили, твои, желания, ну, вот, твои, потребности, и, чтобы вы, им, этим, эээ, желаниям, и, по преданностям следовали. Потому что, без этого, невозможно быть счастливыми. А значит, не могут быть, эээ, счастливыми и ваши дети. Соответственно. Вот. Эээ, в принципе, в принципе, я думаю, что, на этом можно закончить мой ответ, потому что, эээ, и так, эээ, довольно много я отвечаю вам уже. Вот. Подумайте. Пожалуйста. Пожалуйста. Над всем, тем, что я сказал. Вот. Вот. И, если, у вас, будет, желание, то, можно, эээ, можно, ээээ, можно будет, ээээ, вас вот, поработать, эээ, можно будет, поисследовать, ээээ, все, что, с вами произошло, да, то есть, гармонизировать, ээээ, например, эээ, можно будет, эээ, брак, в, ваш, эээ, вот, и так далее. Все, все это, вполне, 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 вполне себе, корректировать. Вот. На этом все. Ээээ, я надеюсь, только, что, помог вам, если у вас, остались, эээ, вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад, помочь вам, вам, ээээ, если вам, понравился мой ответ, буду благодарен, если вы, сделаете, ээээ, его лучше, а я вам, желаю всего, самого доброго, и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.